I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a life wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take it from. Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел, это Fatar.ru, и сегодня мы ведем наш репортаж с выставки CPS 2023. Погнали! Мы находимся на стенде компании FTSL. Интересно, что здесь представлено, кроме стандартных тизер-тул, которые мы знаем, что компания этим занимается. Также я вижу несколько объективов сам Янг и, кстати, видеооптика. Сейчас мы готовим как раз-таки к выпуску новые видео, посвященные съемке на эти объективы. Скажите нам, пожалуйста, вообще, что у вас здесь представлено, что новенького, что ждать в ближайшее время? Ну, основное у нас представлена сейчас автофокусная оптика и ручная оптика. Ну, в данный момент под Bionet Canon и под Bionet Sony. Также вот сейчас мы представляем новую линейку. Это VIF серия в виде трех объективов. Они выполнены в едином корпусе с одинаковым весом. Когда вы устанавливаете на стад, соответственно, не надо ее будет калибровать. Плюс сейчас будут новые насадки к ним. Будет аноморфная насадочка и насадка для управления ручным фокусом. Ну, еще раз повторю, что эти объективы нам уже знакомы. Про все три мы сделали классные интересные видосы. Обязательно их посмотрите, как они выйдут. Ждем насадок. По слухам, выходит сейчас 35-180 от компании Samyang. Скажите, когда примерно ждать его? Ну, ожидается, что вот поступление будет вот-вот. На днях, как бы, такие тестовые, скажем, образцы. Ну, очень ожидает. Да, народ очень ждет его. Кроме Deezer Tool и Samyang, здесь также представлены флешки Delkin Devices Black Edition. На самом деле, очень классные флешки сам я ими пользуюсь. И скажите, ну, в современных реалиях гарантия по-прежнему распространяется, по-прежнему все хорошо. Тем, кто владеть этими картами бояться не стоит, если вдруг что-то не так. Абсолютно, да. Это, скажем, международные гарантии. Если как вы, конечно, знаете, они идут эти карты номерные. Соответственно, вы регистрируетесь на сайте Delkin и получаете гарантию по всему миру. Если у вас что-то произошло с картой, неважно, где, в какой точке мира, если там представлена эта фирма, вам в любом магазине просто эту карточку поменяют. Еще одна интересная селфи-палка здесь представлена. Если вы часто путешествуете и куда-то не сильно далеко, куда не нужно летать или ездить на поезде, то очень рекомендую к использованию отличный девайс. На стенде Zhiyun Sramonic представлено очень много новинок. Я вижу сейчас компактный, такой супер-классный новый свет. Он был абсолютно недавно анонсирован. Здорово, что он уже здесь есть сейчас. Вообще, расскажи нам, кроме него, что есть еще интересного. Этот свет только вчера приехал в Россию, то есть и сегодня буквально второй день, как эта поставка на выставке CPS. Это прекрасный, очень компактный, очень мощный источник света Zhiyun с выходной мощностью 100 ватт. Собственно, с активным охлаждением, возможностью изменять цветовую температуру и экосистемой светоформирующих насадок. Чем он хорош? Он хорош, в первую очередь, размерами. Вот это вот весь источник света. Он супермаленький и супермощный. На максимальной мощности это 100 ватт на выходе и цветовую температуру можно менять в диапазоне от 6500 холодного до 2700 теплого цвета. Он может питаться тремя способами. От фирменного адаптера питания, от которого он сейчас питается. От USB-C и от батарейки. От батарейной рукоятки. Вот такой он. Вот такой он с батарейной рукояткой. От нее он способен проработать полчаса на максимальной мощности. Рефлекторы конусные, софтбоксы с сотами. Также есть переходник с этого байонета на большой байонет Bowens. Можно использовать насадки Bowens с диаметром до 60 см. Вообще класс. Такая мобильная интересная история. И 100 ватт это прям много. У источника света на 100 ватт есть младший брат. Кубик такой на 60 ватт. Он маленький, тоже легкий. Тоже совместим с такими же светоформирующими насадками. Может работать от адаптера питания или от USB-C Power Delivery 60 ватт. Также я вижу здесь представлен FireRave S100. Мы недавно сделали с ним интересный сюжет. Посмотрите на съемки. Получилось круто. Что у него есть из стедиков? Тоже расскажи, пожалуйста, в двух словах. Самый свежий из серии V-View. Эргономичный стабилизатор с просто простой и очень удобной подставкой под запястье, которая его сильно разгружает. Конечно же рукояткой, которая позволяет переходить в фирменный режим подвеса, встроенным источником света и даже микрофоном. Я вижу, что здесь еще представлен бренд Saramanic. Расскажи о новинках, если что-то приехало в этом году. У нас приехали новые радиосистемы. Собственно, эти радиосистемы отличаются высокой функциональностью и высоким качеством встроенного микрофона. Также у нас приехали доступные маленькие компактные радиосистемы. Допустим, этот комплект из двух передатчиков и одного приемника стоит около 10 тысяч рублей в розницу. Это отличное решение для начинающих и продолжающих журналистов, блогеров. Сферические микрофоны, накамерные микрофоны, специальная радиосистема с четырьмя передатчиками и четырехканальным приемником. Настольные микрофоны в ассортименте. Высококачественные радиосистемы Hi-Fi на 5,8 ГГц для инструментальных решений, позволяющих подключать гитары, инструменты электрические. На самом деле очень много новинок. Здорово. Я вижу, что здесь представлена также продукция компании Nightcore. Мы недавно делали обзор на некоторые из этих устройств и интересно посмотреть, что есть еще. Расскажи, пожалуйста. Есть много чего интересного. Продолжая тему видеосъемки, например, есть такая прекрасная алюминиевая клетка для смартфонов, позволяющая закрепить один или даже сразу два смартфона или смартфон вместе с пауэрбанком. Она настраивается под вертикальную или горизонтальную съемку. У нее множество разъемов для крепления на штатив, для крепления аксессуаров. Изготовлена качественно из алюминия. Прекрасно, собственно, будет работать. Продолжая тему с источниками света. Вот такой интересный источник света, объединенный с пауэрбанком. Это пауэрбанк на 10 000 мАч вместе со светом бикалорным. Пауэрбанки у них есть разные. Есть легкие, а есть водостойкие. Этот пауэрбанк можно погружать на недолжительное время, естественно, обесточенным. На глубину в один метр. И он после этого выживет, по заявлению производителя. У него три выхода и два входа. То есть можно запитывать сразу множество устройств. 20 000 мАч. Класс. А по весу? По весу, кстати, нельзя сказать, что он тяжелый. Я использую пауэрбанк примерно такого же объема. Он реально раза в два больше. Ну и по размеру он тоже достаточно сильно отличается вообще. Честно говоря, классная штука для путешествий. Прямо самое то. На открою общеизвестен своими энергетическими вещами. То есть у них есть двухслотовые зарядные устройства для батарей, фотоаппаратов. А также двух или четырехслотовые зарядные устройства для аккумуляторов цилиндрических. И кроме энергетических традиционных решений у них еще появилась мыша приборов для очистки электроники. Это электрическая так называемая груша, вентилятор. Мы недавно делали обзор на это устройство. Кстати, да, посмотрите его. Действительно очень удобно, я что помню. Manfrotto представляет очень интересное решение для переноски техники. У них есть герметичный поликарбонатный чемодан, который можно возить на колесах. Можно к нему присоединить такую разгрузку лямочную, которая, собственно, превращает его в рюкзак. Также, помимо этой, вместо этой разгрузочной системы лямочной, можно к нему присоединить рюкзак отделения для ноутбука. Класс. Вообще, мне кажется, что идея очень простая, легкая и как будто бы на поверхности. Но я раньше не видел вообще подобной реализации. Если ты ходишь вот с подобным чемоданом, куда ты едешь на съемки, таскать его в руках, ну, это не самое удобное, что может быть. Разгрузка, блин, гениально вообще. В прошлом году мы встретили здесь компанию Pipeliting. Это ребята, которые занимаются освещением для кино. Делают это все в очень необычном форм-факторе. Это надувные такие очень легкие панели для освещения. Здорово, что они остались до сих пор. Они развиваются. Ну, в общем, приятные виды те, кто развивается в индустрии дальше. У компании Godox один из самых, наверное, больших стендов на выставке. Много всего. Расскажите, что из интересного, из новинок здесь представлено? Как обычно, мы не Godox. Мы компания, которая дистрибьютор нескольких брендов. И Godox просто один из них. А у нас вот стенд разной торговой марки представлены. А по Godox, соответственно, новинку вот MG1200. Киносвет профессиональный. 1200 ватт. Ну, один из самых мощных. А из таких вот каких-то интересных особенностей. Ну, вот Godox сделал свой новый байонет. Это как бы шаг такой на перспективу. Потому что обычные приборы, которые выпускались до этого момента, они имели байонет боленс. И из-за этого были некоторые ограничения по насадкам, которые может оставить. И, соответственно, было ограничение по размеру чипа, который, собственно, является источником света. Поэтому сделали большой байонет, чтобы в этом форфакторе делать еще более мощные приборы. И большие насадки. И большие насадки. Да, будут уже еще более профессиональные. Там с большим, с улучшенным качеством. Там и диапазоном регулировки угла. Сутбоксы, шарики, то есть все вот эти насадки будут с этим байонетом. Вижу, что здесь еще есть блютуз. Вайфай, это значок вайфай или что? Ну, блютуз, понимаю. Ну, соответственно, все это дело по сериям разделено у Godox. И работает через приложение. То есть управление световыми схемами, то есть сетапы можно ставить. Трубочку мы на ТЭКСПО показывали уже эту. Но вот сейчас они уже полностью готовы. Они там вновили прошивки и так далее. И вот новая трубка. Тоже в трех размерах. Ее, соответственно, уникальность в том, что она под дождем можно использовать. Первая. Потому что не все производители такое сделали. И, ну, она, соответственно, по новым технологиям пиксельная. Как Pixel Tube называется. Вроде бы, кажется, ничего такого в этом нет. Но все тут посложнее. Тут группа диодов. Каждая группа диодов, она под своему каналу. И, соответственно, программно они поджигаются в нужном исполнении. Зачем это надо? Как вы думаете? И классный рассеиватель. Я вижу тоже, что здесь нет отдельных диодов. Не видно. То есть если вы занимаетесь предметной съемкой и на видео, опять же, если не через просто отправлять свет, то на блестящих поверхностях будут видны диоды. Здесь, мне кажется, этого видно не будет. Но это тоже прям классно. Шаг вперед. Матовая, да. Ну и, соответственно, минимальный размер вот этих краев, чтобы можно было соединять их в длинную какую-то историю. Ну, естественно, зачем это надо? Ну, типа, сейчас 40 тысяч будем продавать эти палки. Но в кино, соответственно, два варианта. Ну и в видеосъемке. Ты либо, когда ты снимаешь что-то в движении, ты либо двигаешь предмет, либо свет. Вот. Соответственно, вот это история для того, чтобы создавать какие-то варианты освещения, когда эффект какого-то движения. То есть ты в машине едешь. То есть можно запрограммировать, чтобы там с шагом в 4 метра пробегал свет. И то есть будет эффект на лице, на крупном плане, ну или на общем, что якобы ты едешь на машине. Класс. Класс. Здоровенная, конечно, составляющая очень интересная. Да. И эти трубки можно соединить, если купить 36 трубок. Угу. Есть специальный блок управления. И можно сделать, как LED-дисплей. То есть можно любые выводить изображения в виде цвета. Угу. То есть, не знаю, салюты, треугольники, квадраты. И вот это вот, как экран, короче, газа отодиона. Интересно. Также здесь представлена необычная камера вообще. Честно говоря, вижу первый раз. Расскажи, что это? эта камера кинфинити мава 6к edge у нее на борту находятся прорез 444 она может снимать в 220 fps ска нет 6к она снимает в 75 до 75 в 112 она снимается 4к и соответственно full hd она снимает 220 вот в про версии ну соответственно есть про версии есть обычные про версии в комплекте идут батарейная площадка для горячей смены аккумуляторов 2 ssd диска на 1 терабайт ставьте разъемом то есть вам не нужно будет подключать дополнительный модуль того чтобы слить материал при этом 2 терабайт на смену вполне хватает несколько аккумуляторов такие как 970 точнее 570 аккумуляторы и v-mount ремонт как я говорил можно снимать на горячую ну не отпуская кнопки рек здесь опять же аккумуляторы от canon если на ткани либо их аналоги для того чтобы можно было повесить эту камеру на ваш ручной стабилизатор потому что она сама по себе весит не более двух килограмм плюс вы можете поставить оптику микро четыре треть поставить с фулл фрейма crop на микро четыре трети снимать по сути дела с рук расскажи просто еще об особенностях bayonet а здесь свой bayonet да верно чем его интересность чем его интересность в том что у него довольно короткий отрезок при этом на свой bayonet через переходник вы можете поставить оптику е еф либо lpl mount а дальше уже например с микро четыре треть на ефт поставить speed booster и по сути дела у вас будет цифровая камера для записи музыки видео если нужно что-то более серьезное например да провести с нее трансляцию у нее есть разъем для прямого питания это лема двухпиновый у нее есть два выхода из диай подключение управления через вайфай с приложения то есть вам не обязательно около камера стоять если у вас идет какой-либо широкий план ну и соответственно питание для стандартного фокус пуллера и монитор с видоискателем также в про версии идут в комплекте про стоит 1 миллион 500 тысяч округленно если берем просто тушку то это 1 миллион 200 ну я думаю что с такими характеристиками это доступнее чем тот же red поэтому я думаю что стоит присмотреться тем кто занимается масштабными съемками тем кто имеет свои продакшены интересно действительно интересно на стенде компании на лайта же представлены новинки интересно пожалуйста послушать что произошло нового за это время у нас появилась новая модификация трубок power tube c то есть это вот мы видим старые трубки power tube c это power tube 2 серии c значит у нас изменилось главным образом изменился рассеивающий рефлектор который теперь стал более матовый да более россии да прям и было ранее враженным взглядом другое управление убрались лишние кнопки управления все перешло практически вот на две вот эти крутилочки теперь самое главное эти трубки на 15 процентов ярче они почти на 20 минут быстрее заряжаются и на 40 минут дольше держит заряд на полной мощности класс класс у нас вот такие главное тоже одно из главных их улучшений это то что старые трубки у нас не работали с приложением нанлинк необходимо было дополнительный покупать бокс теперь у нас все работает с приложением нанлинк по bluetooth и есть еще и избитцы и избиси для зарядки глаза вот прям с языка вопрос сняли потому что действительно все здорово когда не нужно ничего дополнительного чтобы работать с этим светом все свет крутой посмотрите наше видео где мы используем эти приборы действительно палки огонь и у нас еще второе поколение forza forza 300 и forza 500 фактически это совершенно новый прибор ну потому что у него главным образом новая светодиодная матрица в которой нет только теплые холодные светодиоды там еще и зеленые красные светодиоды которые позволяют на минус 80 мин плюс минус 80 единиц green magenta регулировать белый свет класс вот они теперь убраны немножко в другой такой встроенный рефлектор это сделано специально для лучшей фокусировки и достижения больше плотности светового потока у нас новая лира которая теперь крутится с одной ручкой и у нас новый балласт да у нас новый балласт который имеет совершенно новый такой хороший форм-фактор то есть вот у нас вот там вот представлен наш старый который был не очень удобный теперь у нас развесовка по краям батареи у нас сверху расположены все кабели они сбоку как это было раньше да то есть ты гораздо удобнее это все делать и новый думаю тоже всех порадует новое крепление к стойке на базе стандартного супер клампа вообще к внешним характеристикам никаких вопросов на лайта не было все всегда сделано круто изменения которые сделаны сейчас мне кажется еще удобнее будет работать с этими приборами относительно гарантийных гарантийного обслуживания все ли сейчас два года гарантии имеют наши покупатели и а что касается сервисного обслуживания мы производим сервисное обслуживание любых приборов на онлайт куплены они у нас или не у нас это не имеет никакого значения у нас достаточно большой сейчас парк сервисной техники зомбасных частей и в общем практически на сегодняшний день наверное все в состоянии мы починить ну это как бы есть возможности заменять модулями есть возможности корпусных замен даже на сегодняшний то есть даже на новые приборы вот которые пришли у нас уже постоянно приходят поставки как бы оборудование непосредственно оборудование запчастей к нему а то есть поэтому здесь класс класс но нам это тоже важно на на стенде сила света представлено большое количество профессионального освещения павильонного скорее всего расскажите нам пожалуйста вообще что у вас есть интересного у нас представлены осветительные приборы которые используются в кино в основном приборы компании нан люкс которые сейчас в ренталах прокатных организациях которые наиболее востребованы потому что они имеют хорошую мощность которые очень удобны который имеет там управление по вай фай там по bluetooth на все на борту уже все включено полный комплект цена удобства и работа значит по цене они там гораздо интереснее чем те же самые ари sky панели ну и сейчас ситуации с нашими европейскими коллегами ну такая не очень стабильная помимо нан люкс у нас есть еще такой бренд как light star видно цветные приборы вот это можно сказать новинка то есть это прибор который можно управлять тоже там по вай фай по bluetooth каждый так сказать светодиодный блинчик можно по отдельности управлять но классно вот то есть один там вспышка другой группа или там все в режиме вспышки работают вот он насадки вижу что есть у вас и линзовые насадки и отдельно это насколько я понимаю для масса гоба да да значит в данном случае здесь мы показываем представляем на выставке новинку значит компания нан люкс во первых две новинки компания нан люкс раньше выпускала прибор 1200 ватт холодного света в прошлом году выпустили 1200 ватт бикалорные но при этом не потеряв мощности о класс то есть те же самые 1200 ватт в том же корпусе но бикалорные ну это достигается за счет новым но применение новых светодиодов плюс они там более плотно разместили соответственно прибор бикалорный теперь 1200 ватт но на данный момент это один из самых мощных сам мощный приборы направленного света и вторая новинка это переходное кольцо под линзовые пушки эти си это скажем так вот эти вот линзовые насадочки они каждый rental там ну они в каждом рентале по московскому есть потому что это вот но как бы такие классика классика до которая раньше использовалась с приборами которые уже потеряли свою актуальность но из-за вот этой насадки то есть можно 1200 ватт использовать с этой пушкой помимо света мы представляем и штативы штативы мы скажем так все предыдущие годы представляли на российском рынке бренд манфрота вот а венжер мазонта вот но связи с переходом на другие условия работы соответственно мы обратились к нашим но поставщикам из китая ну там компании на люкс частности нам посоветовал и компания light star нам посоветовали компанию дар кол эта компания на широко представлена именно на китайском рынке все но скажем так ренталы и крупные кинопроизводчики они кинопроизводители они именно работают на штативах и при помощи крепежных систем вот бренда дар кол скажем так работаем не очень давно с ними отзывы в основном положительные вот при сравнении цены и качества очень достойное качество есть конечно и минусы но больше положение манфрота не да да скажем так ситуация такая нужно смотреть вокруг что что в мире нам порядка на наших европейских уже пасмена партнеров по сторонам тоже крутить головой и смотреть как и что ну на мой взгляд да напоминает очень по качеству манфрота ну напоминает все равно тактильные ощущения другие но опять же при разнице цены да и вообще как бы ну классика это от мэтьюс да изначально был подобный гриппа наверное первый вошел разные производители сейчас адаптировались делают что-то похожее но вообще в целом очень удобный грипп по качеству опять же не манфрота но для не супер тяжелых приборов сетапов я думаю прекрасно подойдет небольшой инсайт от фата ру не все знают что на выставке сипе с 20 23 есть еще второй зал мы идем сейчас именно в него поскольку это не основной зал он мин здесь меньше представлены производителей но все равно немало давайте расскажем что здесь есть на стенде компании light style также представлено достаточно много новинок от разных брендов и пожалуйста расскажите нам что у вас есть из интересного добрый день павел спасибо что зашли к нам на сцен но у нас представлено несколько видов продукции это микрофона синк сумки тембо продукция смол рик ну вот из такого нового интересного это наверное микрофоны синка новой серии же с индексом про они поставляют теперь в зарядном футляре то есть сразу можно кому микрофон и передатчик приемники заряжать непосредственно в куфрике в таком удобном у них есть цифровой выход то есть аудиосигнал можно снимать разъем usb-c и у них отключаемое шумоподавление и вот такая тоже новая модель же 3 я знаю у вас было по моему дали будет на обзоре вот это новый микрофон трехканальный у нас есть два микрофона петличках которые съемные и один микрофон встроенный в приемник еще и из таких необычных функций у него есть возможность связи оператора с людьми которые находятся в площадке соответственно можно можно подкорректировать например действие вашей команды не кричать особенно если это где-то происходит в каком-то таком помещении как здесь много людей чтобы как бы не кричать не привлекать внимание можно попросить да там что-то сделать что-то поправить плюс у них есть встроенные рекордеры в петличках соответственно если у нас есть потери сигнала да то мы гарантированно все равно сохраняйте записи на все у нас сохраняется все у нас пишется внутри микрофона вот это что касаемо симка из-за смол рига мы представляем сейчас из новинок это у нас вот новые светильники опять же фатар уже 450b мы дали нет снимали недавно отличное видео посмотрите и вышла прям пушка да значит это вот светильники сейчас компания смотрит да так скажем уделяет большое внимание этому направлению развить дальше у нас из такого интересного это радиофокусы новые вот у нас есть две модификации давайте я поближе поднесу чтобы нам было это для радиофокусы пардон вот соответственно теперь у тех кто занимается видео и такой скажем относительно дорогой видеосъемкой да и кино съемка есть возможность альтернатива потому что раньше как бы только одна компания представляла такие продукты фактически на рынке сейчас у нас есть варианты от смол рига есть два типа контроллера это вот такой больше рассчитан на уже когда отдельный человек дал регулирует фокусирует или вот виде рукоятки контроллер выполнены соответственно здесь уже можно даже клетки прикрутить вот в принципе их можно скомбинировать между собой то есть вот этот модуль снимается их можно совместить и тогда в одной руке вы можете управлять фактически и ну двумя какими-то до исполнительным устройством то есть двумя приводами то есть это может быть например на фокусировку на зуме ровно что в общем достаточно удобно вот комплектах есть все необходимое для монтажа то есть больше в общем покупать ничего не нужно из-за еще с такого уже может быть менее глобального но тоже любопытного это у нас вот появились такие вот интересного площадки опять же те кто снимает видео знает что да вот камера чем-то обычно обвешана и поставить ее на ровную поверхность бывает сложно или просто страшно когда прям от бокс чтобы не отдавил ничего не придавил то есть соответственно прикрутили она вас стоит вот например вот у нас есть камера да вот спокойно смыть боксом ее можно поставить а в момент съемки вы просто их сложили и поставили на еще и также есть да здесь это вот 501 площадка да есть такая же саркосвист в общем это достаточно удобно и практично то есть это ну расширяет возможность ну еще из такого наверное прям совсем совсем но вот может быть это вот стальные суппорта или направляющие да вот и вот для более тяжелых для более тяжелых сетап да когда есть риск потому что есть 12 19 миллиметровые направляющие да но опять же это уже такой более прям совсем профессионально здесь вот для такого скажем промежуточного варианта можем использовать ну и вот все это совместим например базовой площадке есть с саревским ласточкин хвостом то есть это уже такой тоже опять же профессиональное решение которые но и при этом относительно доступная по цене то есть это в общем ну расширяет возможность уже такого плавного перехода в мир в каких-то больших этих да и тогда уж на основе на прям регулярно регулярно много поэтому я думаю что чтобы осталось сильно не за вот еще если у нас новая рукоятка которая позволяет в любой момент быстро изменить то есть я думаю что те кто снимать с ручками понимают что вот прям так снимать будет неудобно вы нажали повернули может я помню что была похожая рукоятка но она была в дереве нет такая рукоятка была она в деревянной они не поворачиваются а вот поворотная такая была левая только под лево а сейчас они сделали ее симметричной формы поэтому она удобно лежит и вправо и в левой руке то есть теперь вы можете эту ручку смело ставить с любой стороны от клетки соответственно удобно ну и у них получается только натовская да ну в комплекте идет адаптер поэтому очень удобно то есть да если вы снимаете на разном уровне такое ощущение что они как бы нету специальных шагов до под которые ну там они есть просто достаточно много очень много их да потому что прям как только не не гнешь все все работает да класс и и тому же она еще очень легкая то есть карбоновая покрытие но она и так сильно приятно ее в принципе можно наверное использовать если поджать просто как для плавного панорамирования такого или опять же сейчас вертикальное видео уже скорее тренд вот поэтому можно собственно горит такой плоскость возвращать ну наверно на самом деле достаточно много ну это как бы еще малая часть потому что компания смотрит на самом деле очень много выпускает регулярно поэтому все все сложно как бы так перечесть вот в таком как мы до скоростном режиме что концается тем бы я увидел здесь рюкзак который использую сам местный что он у меня чуть побольше по размеру и в чем его удобство то есть вот так вот он раскладывается у меня полностью собранный сетап 1 и 2 располагается внутри кофра поскольку в комплекте идут чего такие удобные обертки да для техники еще я заворачиваю туда ноут скидаю сверху то есть по сути у меня с собой прям целая студия здесь помещается вообще очень классный форм-фактор ни разу его не встречал нигде у других производителей класс что он есть я сам очень люблю всякие большие насадки вообще такие киношные вся эта индустрия съемки мне это очень нравится и здесь стенд который привлёк мое прям внимание компания которая занимается как раз таки изготовлением сот растер юбок текстилей всяких на самом деле очень классная полезная штука если вы даже не снимаете кино банально сделать классную раму с хорошим отражателем для съемок на улице летом это прям кайф у ребят достаточно много всего представлено класс на стенде компании red devil представлены несколько новых осветительных приборов и интересно узнать чем вообще что это такое что за компания расскажите о себе вкратце меня зовут павел кузнецов я руководитель направления red devil arms на выставке мы представляем один прибор в различных модификациях благодаря модульной системе системы посадки блока питания блока управления и одинаковых креплений на поверхности мы можем как комбинировать и получать новые новые модификации таким образом получаем монолитную конструкцию для тех кто любит когда все в одном в зависимости от сценарии конечно удобно когда можно разнести между собой баланс блок питания и так далее действительно это удобно значит теперь о технических характеристиках прибор максимально выдает 200 ватт при включении обоих каналов получая получаем цветовую температуру 4350 кельвинов два режима работы в первом режиме первый ряд кнопок отвечает за регулировку цветовой температуры второй ряд кнопок за диммирование второй режим позволяет каждым каналом управлять в отдельности таким образом мы получаем двойную мощность световой поток да прям видно даже на видео двойную увеличивается в два раза прибор управляется под mx то есть как только мы коннектим переходят на пульта ну даст и аналогично меняю цветовую температуру но уже с пульта приборы имеют сквозной dmx можно их соединять в одну цепочку также мы предусмотрели питание прибора 48 вольт то есть достаточно любого источника питания и используем xlr 4 пина для питания от батареи самая простая конструкция сейчас предусмотрено то есть мы закрепляем на в моут батарейку и через дитап питаем прибор на самом деле возможности подключения много модульная конструкция тоже это интересно что вы можете под себя это комбинировать дополнение хотел бы сказать о том что наш прибор имеет локализацию в россии на 80 процентов к примеру оплаты светодиодные мы производим самостоятельно наш логотип red devil используя в качестве основу основы алюминий двух миллиметровый и спроектировали плату здесь в москве делаем smd пайку значит блок управления аналогично самостоятельно разработали заказываем комплектацию и по нашей схеме по нашему заданию также выполняют smd монтаж и ручной ручной монтаж компонентов которые необходимо здорово что российские производители они то что держатся на плаву но и выдумывают какие-то такие интересные решения в плане технической подачи приборов с чем мы но не так часто сталкиваемся наверно с мировыми производителями большое спасибо спасибо вам и одна из главных новинок этого года вот такая классная штуковина ты на каком на dmx и работаешь или по вайфаю на стенде компании сируи также представлено много объективов честно говоря от действительно большой выбор интересно что здесь есть что здесь есть из новинок что вообще планируется может быть знаете инсайты какие-то да знаем давайте начнем с того с новинок которые уже сейчас можем показать компания очень энергичная не стоит на месте и такое ощущение что инженеры вообще в общем-то не спят а вот за последний год представлено много новинок это линейка полнокадровых аноморфотов со светосилой t2.9 с фокусными расстояниями от 35 до 135 5 объективов линейки с коэффициентом аноморфирования 1.6 также компания представила парафокальные зумы с диапазоном диапазоном фокусных расстояний 28 85 на 28 85 светосила т32 настоящий парафокал в общем-то крепление еф и пиель и самая свежая новинка это 35 к линейке сатурн особенностью в том что вот мы сейчас наблюдаем один и тот же объектив просто в разных корпусах то есть они максимально облегчили конструкцию часть корпусных элементов заменили на карбон а таким образом удалось сэкономить более чем два раза вес то есть его его вес составляет порядка 400 до 400 грамм ну и так который сложно назвать тяжелый но с учетом того что все равно это кинооптика да они они эти две линейки остаются то есть здесь больше ход кольца фокусировки соответственно легче фокусироваться при этом это максимально легкое решение для съемки как раз с гимбала например продолжая рассказ про новинки компания представила недавно аноморфотный адаптер который можно использовать как с фирменной анаморфотной оптикой увеличив коэффициент анаморфирования до двух так как его собственный коэффициент равен 125 также его можно использовать со сферической оптикой практически любых производителей там есть определенные ограничения по поддержанным фокусным расстояниям на слишком широкие не получится будем ловить до виньетки но так в общем-то понижающие кольца и можно поставить на любые на любимые сферические объективы класс мне кажется действительно отличный выход особенно для тех кто не хочет покупать себе дополнительно какую-то оптику тратя на это деньги и опять же насколько я понимаю если вы работаете даже с автофокусной линзой используя этот адаптер вас ваш автофокус остается плюс добавляется еще эффект не совсем к сожалению да есть же проблема заключается в том что скажем есть много инди решений на рынке там есть любители аноморфотов которые там переделывают какие-то старые адаптеры но их проблема заключается в том что необходимо фокусировать вместе с самим объективом параллельно еще и адаптера в данном случае решение более продуманное на сферическом объективе мы ставим фокус на бесконечность и просто непосредственно фокусируемся уже адаптером но вы упомянули автофокус а мы упомянем небольшой инсайт что возможно скоро что-то будет в этом направлении класс класс вот прям ждем и еще у компании до сих пор нету аноморфотной оптики под пель и иф-маунт и в этом направлении тоже всех любителей доступного на фото скоро ждет сюрприз это будет целая линейка до конца года из пяти стекол с светосилой т2 то есть аноморфотный эффект будет более ярко выраженный а и коэффициент морфирования полтора класс да но как я уже сказал инженеры не спят ночами и еще и представили много осветительного оборудования в этом году вот например интересная новинка это надувная light панель с встроенным компрессором она очень легкая она магнитная то есть к любой металлической поверхности можно легко закрепить бикалорный источник мощностью 100 ватт по доступной цене мы уже ловим влюбленные взгляды всяких гафферов и на этой выставке также компания представила себе источники 300 и 150 ватт дейлайты и бикалорные версии по вполне доступным ценам питаются как от сети так и от и маунтов есть есть интересные трубки ну трубки это прям вообще сейчас такое трубки да трубки сделали все кому не лень но здесь есть небольшая особенность который который нет у других класс да вау-эффект обеспечен а по мощности если мы будем сравнивать 40 ватт в разложенном состоянии а что касается того же аккумулятора по по времени сколько на полной мощности 4 часа но мы вот второй день на выставке мы его еще ни разу не заряжали конечно работа не на полной мощности но тем не менее но известна компания стала более 20 лет назад благодаря своим штативом моноподом и обновленная линейка особенностью и является быстросъемное крепление то есть мы можем быстро снимать устанавливать камеру причем это крепление продублировано то есть мы можем использовать например камеру на треноге когда нам требуется штатив моментально приступать к работе ну похожая система у манфрота мы обошли все основные стенды которые были на выставке может быть кого-то забыли если вдруг вы хотели о ком-то узнать мы этого не сделали напишите пожалуйста в комментарии постараемся узнать какие-то инсайты от них надеюсь вам понравился репортаж спасибо что досмотрели видео до конца всем пока но